Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Ну что ж, наконец-то прошло то самое голосование, к которому наша страна долго готовилась. Действительно, это значительное явление в нашей общеполитической жизни, да и непривычно, в конце концов, когда мы последний раз голосовали летом. Согласитесь, мы все привыкли, что есть единые дни голосования, и я сам себя поймал на мысли, так, знаете, непривычно, иду на участок и думаю, что-то не то, а я одет же по-летнему. То есть, ну, отвыкли мы голосовать какие-то другие дни. Так что, все это прошло, и сегодня мы подведем итоги голосования, как проголосовали наши избиратели нашего Тверского региона, где больше, где меньше, что дало вот это голосование, которое заранее проводилось, когда по двору к нам, в моем дворе прям целый праздник, я сам сработал, думаю, что за музыка такая, как-то большое скопление людей, очередь целая, а потом соображаю, а, точно, то самое голосование. Люди шли, сразу говорю, вот, лично, опять-таки, в моем дворе. Разные молодежи среднего поколения, я сам это все лично видел. Еще погода повезу, погода была замечательная, действительно, выходи во двор и голосуй. Оставалось только, наверное, по старинке еще какие-нибудь плюшки продавать, и было вообще весело. Так что вот это мы сегодня подведем итоги, хочу представить гостей нашей студии, это председатель нашего областного избиркома Валентина Генедронова, это Вадим Рыбачук, председатель общественной палаты Твери, и Марина Цуркан, заместитель директора Института экономики и управления нашего Тверского госуниверситета. Добрый день. Господа и дамы, добрый день. А вы можете нам звонить по телефону 300-190, рассказать, что вы думаете о голосовании. Голосовали ли вы, провели ли вы гражданскую позицию, или отсиделись дома, к стыду вашему. Тогда можно сказать, почему вы так сделали. Поэтому 300-190. Ну, начнем, как положено, с Валентины Евгеньевны, у которой все цифры, во всех смыслах слова, на руках. Валентина Евгеньевна, как у нас в нашей Тверской области прошло голосование? Ну, на мой взгляд, голосование в Тверской области прошло штатно. Не было каких-то серьезных замечаний и претензий. А самое главное, к работе участковых и территориальных комиссий по подведению итогов и подсчета голосов не поступило ни одной жалобы. Вот это, наверное, самое главное, что подтверждает легитимность тех результатов, которые зафиксированы в протоколах. Участие в голосовании на территории Тверской области приняло более полумиллиона наших жителей. 571 390 граждан проголосовали, что составило 54,94% от общего количества. Если говорить по приоритетам, то абсолютное большинство наших жителей Тверской области, это 71,87%, поддержали. То есть сказали «да» тем изменениям, которые предлагаются к несению в Конституцию. Есть, конечно, и те, которые выразили противоположную позицию. То есть нет, у нас выбор свободный. Это 27,21%, более 155 тысяч человек. То есть голосование закончилось таким у нас результатом. И сегодня в 9 часов 19 минут избирательная комиссия Тверской области подписала протокол об итогах голосования на Тверской области. Валентина Евгеньевна, а вот если говорить Тверь, как проголосовал областной центр? Ну, вы знаете, что у нас муниципалитеты очень отличаются по явке. Мы знаем, что у нас сельские районы, это традиционно достаточно высокая явка, высокая активность всегда. И в принципе, даже с точки зрения каких-то предпочтений, это тоже предпочтения, понятные по селу. Город Тверь у нас на сегодняшний день, скажем так, явка такая. Я ее назову по районам, потому что у нас теки по районам, мы подводим ее тоже по районам. На первом месте среди городских районов это Московский район с явкой 47,94. Далее следует Центральный, 45,99. Далее Пролетарский, 42,73. И Заволжский, 41,16. Ну и просто для сравнения, конечно, несопоставимо в абсолютных цифрах. Потому что город Тверь это самый крупный муниципалитет у нас, это самое большое количество участников голосования. И если сравнить абсолютно, то, конечно, город Тверь все равно больше дал голосов, а в процентном соотношении меньше. Ну, я вот просто приведу наших, скажем так, лидеров или как бы тех, кто наиболее активно выразил свою позицию. Это Андреапольский муниципальный округ, где проголосовало 90,91%. Это Ромешковский район, 82,49. Оленинский муниципальный округ, 82,08. Пеновский район, 81,55. Ржевский район, 80,91. Ну и так далее, как говорится, по убывающей. Господа, а вот чем вы объясняете то, что отдаленные муниципалитеты, Андреаполь, которым, кстати, так повезло, недавно был на той неделе очень далеко ехать, и вот другие такие совсем небольшие муниципалитеты проголосовали более активно, чем вот областной центр? Я предположу, что, может быть, это связано с авторитетом еще и главы. На самом деле, в Андреапольском районе достаточно такое уважение к главе муниципального образования, и возможно, что такое итоги, и явка, и итоги, вот интересно посмотреть по муниципалитету, это и выражение удовлетворенности действующей власти. Можно предположить такое? Да, кстати, я в Андреаполе был, мы, конечно, были там немножко, но я не заметил какой-то прям разрухи, так, ну, нормально все, вот это у них там площадь. Николай Николаевич очень такой, ну, сильный, крепкий глава, скажем так, и он не один год, как говорится, управляет данной территорией. Действительно, если смотреть на электоральные процессы, которые проходят на территории, они достаточно стабильны, то есть там нет каких-то вот качков, рывков или что-то, там достаточно вот стабильная ситуация. От выборов к выбору, да? Независимо от того, будь это федеральная компания или это выборы местные какие-то. Это, я абсолютно согласна, это, конечно, очень зависит от того, как, в том числе, и руководитель территории отнесся к этой процедуре, как он обратился, призвал своих граждан. Тина Евгеньевна, вы уже правильно сказали вначале, что сельские территории у нас всегда более активны в избирательных, в любой избирательной компании. Да. Поэтому здесь новости никакой не произошло. А почему, Вадим, как он для себя это объясняет? Во-первых, это, наверное, очень психологически понятно. Меньше различных событий происходит на селе, на сельских территориях. Для них это вариант общения. Праздник в какой-то степени. Ну, праздник такой условный, но, тем не менее, вариант, который для них традиционен в плане общения, им это интересно, да, они это движение. Да. Знаете, у них еще и ответственность перед соседями, там же все друга знают, пришел ли ты на выборы или нет. Еще одна история, это большинство сельского населения, они постарше, в Твери же больше процента молодежи. Поэтому они к выборам относятся, ну, несколько прохладно. Молодежь. Там более прохладно или менее, к федеральным, к местным, это можно анализировать, но, в принципе, вообще. Старшее поколение, оно традиционно более ответственно подходит. Да, если есть выборы, я иду, не могу идти, позвоню в избирательную компанию, пусть принесут урну. Но это обычная ситуация. Знаете, а мне показалось, что в эту компанию все-таки молодежь была достаточно активна. Работая вот со студенческим сообществом, даже в Инстаграм, я смотрю все, ты сходил на выборы, я сходил, все сертификатами фотографировались. И вчера только вот на моем участке я встретила именно много людей такого более молодого возраста. Это меня удивило. Приезжали, потому что те, кто уже не проживает в районе моего участка, Мамулино отдален, прописаны, но приезжали и голосовали. Я встречала таких. А это какой участок? Это Мамулино школа, 52-я. Ну, который, кстати, в целом такой довольно молодой микрорайон. Мамулино, рядом, опять-таки, Брусилы Мамулино-2, это тоже новостройки, где все-таки значительную долю составляет молодежь. Ну, там, 30 лет, так далее, то есть, казалось бы. Средний возраст, если посмотреть, там, конечно, да, он поменьше. Ну, порядок, я думаю. Я абсолютно согласна, что у нас сельские территории, это процент более пожилого населения, более взрослого, скажем так, населения. И они действительно, ну, это еще закалка идет в советских времен, как бы, да, участие в каких-то электоральных процессах, будь то выборы, будь то голосование. Для них это как ответственность даже, да. Ну, а если говорить про то, когда мы последний раз голосовали летом, это выборы президента, 1996 год. Это было летом. Нет, Валентин Геннадий, я вас поправлю, все-таки поосмелюсь. Помните, эти были муниципальные выборы, когда Александр Петрович Беловодсов скончался. Ну, все-таки... Это не вся область. Я говорю все-таки про федеральную кампанию. Да, да, про федеральную, абсолютно верно. Тоже мы все помним все выборы. Но в такой ситуации у нас выборов еще не было никогда. Никогда. Вот такие, что они несколько дней... Нет, во-первых, я, конечно, больше про федеральную. А, да, да, да. Это психологически очень тяжело. С одной стороны... Извините, я вас перебью. Психологически тяжело сейчас моим коллегам. Срочно нужно выпустить рекламу. Три минуты, дорогие телезрители, не переключайтесь. Мы сегодня подводим итоги выборов. Звоните. 300-190. Пока три минуты рекламы. Так, мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Подводим итоги выборов. Вадим, извиняюсь, я вас перебил. По поводу подведения, то есть, мы пока про... Объясняли, чем вот можно объяснить то, что в маленьких муниципалитетах такая явка. То есть, вот и Марина сказала, это в вашем момент авторитет власти. Вы согласны, да, что это показывает? Показывает ли работы местных властей? Ну, в том числе, да. Конечно, в каждой районе это очень специфическая вещь. Ему надо анализировать, но прежде всего, то, что руководитель района работает на территории со своими избирателями, работает очень плотно. В некоторых районах ведь они даже знают друг друга практически там десятки лет, да, когда... И поэтому здесь на авторитете очень можно многое реализовать. Те, на что показал авторитет, в том числе власти в других крупных муниципалитетах Ржев, Торжок и так далее. То есть, в других, скажем, по нашим меркам, в разных районах. Но с точки зрения участия в голосовании у нас Ржев это 43-67, Торжок 45-90. А они разместились между Московским центральным районом и пролетарским заволжским, а между ними Торжок и Ржев. Ну вот, если брать, например, тот же самый город Вышневолочок, это 55-17. А Балагой, например? Балаговский район у нас, сейчас, секундочку, 54-71. Ну, Балаговский район все-таки... Это все-таки район города с львиную долю населения дает, но это все-таки район. А город Вышневолочек, хоть они сейчас с районом объединены еще, округ городской, но пока у нас они считаются раздельно, отдельно район, отдельно город. И город показал из городов самую лучшую явку 55-17. А район Вышневолочек 77-29. Я думаю, здесь тоже все понятно, как раз подтверждается тезис авторитета Натальи Петровна Рощина, будучи главой района, сегодня является главой объединенного городского округа. Я думаю, вот, пожалуйста, это тоже одно из подтверждений того, что если человек работает, если человек занимается своей территорией, то результаты соответствующие. А вот Удомля тоже, считай, с гуртатомщиков, там Конаково... Удомля, 57-01. Конаковский район, извините, сейчас... Нормально, он был большой, все сразу так взглядом не окинешь. Конаковский район, 55-86. То есть тоже выше не 40, вот эти 3-45. Нет, 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 у нас... Ты только говорит о том, что... Нет, секунду, вот у нас меньше 50% это Тверь, все 4 района. Максатихинский район, Торжок и Ржев. Все. Все остальные выше 50%. Ну, Торжок и Ржев-то понятные, Тверь, а почему Максатихинский район? Ну, здесь, наверное, надо какие-то смотреть, оценивать, продумывать, что такое не так может быть с этой территорией. Да, тем... Претензии, наверное, есть у местных жителей. Тем не менее, вот результат таков. Ну, в общем-то, любые выборы, любые итоги выборов, это инструмент для анализа. Да. Прежде всего, там, руководитель области, главе района, главе города, политическим партиям, политологам, в конце концов. Ну, по Твере, вот, Вадим, вы согласны тем, что это все-таки показывает то, что не всем довольны горожане? В отличие от Андрея Фольфа. А, знаете, а может быть, как раз мы потеряли тот процент, который сейчас лето уехал из Твери? Коллеги, я скажу, что это очень большой процент. Уехавших? Конечно. Нет, нет. По Твере, по Твери, по Твери. По Твери, по Твери. По Твери, по Твери, по Твери, для Лето, это очень большой процент. Марина, ну... Ну, все-таки хотелось, чтобы город поактивнее пришел на участие. Марина, вы же нашли время приехать. Потому что, все-таки, с точки зрения благополучности, с точки зрения бытовых условий. Согласитесь, все-таки город гораздо отличается от села. И когда мы говорим о таком серьезном вопросе, как Конституция, да, где все-таки поправки самые разносторонние, затрагивают разные стороны нашей жизни. И поправки, главное, стратегические, направленные в том числе на развитие страны, на перспективу. Хотелось бы, наверное, более политической сознательности, в том числе от городских жителей. В том числе... Мне кажется, все равно была ситуация, когда пандемия, она несколько размыла градус, что называется. Когда люди сначала начали активно обсуждать эти поправки, начали вносить предложения, а потом все реже и реже обращались к ним, исходя из того, что на повестку вышли более актуальные вопросы, прежде всего, для конкретного человека. Это здоровье, это социальная обеспеченность, это вопросы работы и безработицы. И, конечно, жаль, что так случилось, потому что все эти поправки, которые должны были быть обсуждены в диалоге, прежде всего, с сомнениями за и против, с отрицательными мнениями, с положительными, с дискуссиями, они за счет вот этой пандемии несколько все-таки нивелировались. По поправкам мы как раз еще конкретно поговорим. Валентина Геннадьевна, все-таки говоря о явке, что дало вот это самое увеличение сроков голосования, когда что дало, на ваш взгляд, в позитивном плане? Вот это когда можно было прям выйти во двор, вот как у меня, и проголосовать. Причем, то есть, соответственно, может было вот этот выходной день действительно с чувством выполненного долга, во всех смыслах уехать на дачу, вечером с работы, вот я сам еще раз говорю свидетель, удобно, идешь, ну сбегал, поднял за паспортом. Понятно. И так далее. На ваш взгляд, позитивный это пример? Ну, здесь, наверное, можно рассмотреть с двух сторон. Согласна. Если говорить с точки зрения работы, конечно, участковых комиссий, да, это огромная нагрузка на плечи участковых избирательных комиссий. И мне хотелось бы воспользоваться случаем и поблагодарить наших уважаемых коллег, членов участковых избирательных комиссий, которые эту семидневку отстояли, да, отработали действительно и в жару, действительно и очень длинный промежуток времени каждый день по 12 часов. Огромное им за это, конечно же, спасибо. С точки зрения реализации возможностей для голосования, то мы имеем очень положительные отклики от придомового голосования, особенно от наших пожилых граждан, которые в силу, опять же, специфики сегодняшней ситуации, да, вот санитарно-эпидемиологических этих ограничений и всего прочего, вроде бы как-то и опасаются и запускать кого-то домой, да, хоть мы и говорим, там бесконтактно, в пакетике и все прочее. Ну, не хотелось бы кого-то в квартиру запускать, да. Но участок идти тоже. Иногда бывает достаточно, ну, далеко пройти. Или плюс еще опять все-таки закрытое пространство. Опять есть определенные опасения. А здесь спустился во двор на свежем воздухе, рядышком, как говорится, пять минут проголосовал все в этой части. Это положительно очень. Я, как организатор, положительно очень оцениваю вот ту возможность, которая была предоставлена. Наша область огромная, она самая большая в ЦФО, да. У нас 9 тысяч с лишним населенных пунктов, из них только 52 городских, все остальное это сельские населенные пункты. Мы, готовясь, еще с марта месяца разработали маршруты по голосованию в так называемых удаленных. Ну, немножечко поменяли там. Теперь это населенные пункты, где отсутствует помещение для голосования. У нас получилось 6 с лишним тысяч населенных пунктов, где нету самого помещения для голосования. То есть есть участок где-то на центральной усадьбе, а к нему приписано еще до 50 деревень, которые находятся на расстоянии там от полутора километра, и до 50-70 километров. И в этих деревнях у нас проживает где-то одна-две бабушки, где-то, может быть, там и 50 человек. И вот эту всю работу, когда один день голосования, комиссиям приходится проводить в один день. То есть вот они с утра в день голосования выезжали, и только поздно вечером, уже к 8 часам практически возвращались с теми самыми переносными ящиками для голосования вне помещения. Сейчас на это дано было целых 6 дней. Первого туда мы не ездили, но 6 дней они спокойны, с разработкой маршрута, с нормальным информированием. Сначала проехали, оставили объявление, сказали, к вам приедем тогда-то. Потом проехали и проголосовали. Да, тоже достаточно сложно. Да, транспорт мы использовали даже сейчас, несмотря на то, что лето разный. Это не только автомобили. Там где-то были автобусы предоставлены. Это и трактора «Беларусь» просто. Вот даже вот на тракторе ехали. Это велосипеды. В ящик цепляли и ехали как бы на велосипеде член комиссии наблюдатель с ними вместе. Понимаете? То есть вот это я как организатор оцениваю положительно. И хочу сказать, что вот мы рассчитывали эти маршруты, да, и примерно прикидывали, а какое же количество у нас там людей проживает. И хочу сказать, что практически 100% это выполнено. У нас не было такого охвата, когда это в один день идет. То есть вот это очень положительно. Но вспомните, у нас всегда бывают жалобы, когда идет избирательная команда. Подвоз там, когда глава автобус запускает, там подвоз или что-то. А здесь мы поехали к людям. Здесь привоз. Комиссия. Комиссия. Комиссия поехали к людям, да. Поэтому вот это, конечно, это однозначно положительно. Это однозначно положительно с учетом особенно специфики нашей области. Ну, голосование на дому, когда приходят к квартире, к дому, это нам привычно. Это да. Да, голосование вне помещения, это тоже привычно. Но вот эти два способа, два способа реализации возможности проголосовать, они, наверное, положительны. Может быть, не 7 дней. Может быть, там, вот 3 дня, когда срочное голосование. Но чтобы они были, может быть, разнообразны. Те, Евгения, еще предприятия в этот раз реализовали программу на производственных предприятиях. Это тоже, наверное, такого никогда не было, да? Ну, это голосование на придомовых иных общественно значимых территориях, чем, опять же, руководители мудрые воспользовались. Вот я могу сказать так, мудрые руководители этими воспользовались. Они предоставили возможность. Все возможности гражданам для того, чтобы сделать свой выбор или изъявить свой выбор, были предоставлены. Все предприятия так ответственности повели? Нет, конечно. Не все, да? Нет, я сказала, мудрые руководители тем воспользовались, предоставили возможности проголосовать своим гражданам, своим работникам, сотрудникам. Валентина Геннадьевна, мне вот сразу интересно, а вы этот опыт планируете как-то использовать дальше? Ведь согласитесь, что голосование в марте, все понятно, ну, чем еще заняться? Но голосование даже в сентябре, ну, оно тоже у вас все время посенее. Если будет хорошая погода, все свалят на дачу, и пустые, соответственно, урны будут. А тут, видите, это как раз тот самый прекрасный момент, когда у человека не будет, что называется, отмазки. У него удача была, можно на буднях, придя с работы, проголосовать и в воскресенье езжать на свою дачу. Или в этот выходной день, как и была среда, но тем не менее. То есть, ведь согласитесь, тоже, я думаю, часть вот тех людей, которые в иной случае сказали, нет, ребята, мне вот мой участок милее. А вот он и проголосовал, и съездил на все это 1 июля, чем там заниматься, яблоней подкрашивать и так далее. Роман, это зависит не от нас, не от избирательных комиссий, это зависит от законодателя. Сегодня некоторые корректировки в 67-й закон, который регулирует проведение выборов именно уже, да, мы понимаем, что мы не про выборы говорим, мы поговорим сейчас про общероссийское голосование, которое регулировалось совершенно другой нормативной базой, не 67-м законом об основных гарантиях. Туда уже внесены некоторые изменения, но они привязаны именно в случае необходимости защиты здоровья граждан, что может быть вот такое растянутое голосование, в том числе, в том числе, ну, что значит защита явка? Явка все-таки дело добровольное, явка все-таки дело добровольное. Добровольное, удобно ведь, Валентин Григорьевна. Мы, кажется, не потеряли тот электорат, который вроде готов проголосовать, ну, вот что-то какие-то дела, а тут, да, тут я шел мимо, да, уже удобно, правда, во дворе. Роман, ну, вы сейчас рассуждаете, помните, в историю, когда все изучали, был экстенсивный способ развития хозяйства, интенсивный. Вот вы сейчас за экстенсивный способ развития хозяйства, нет, интенсивный это другое. Интенсивный в данном варианте это электронное голосование. Вот сейчас посмотрим, как те регионы, у которых было электронное голосование, какой они выдали результат, как все прошло, были ли нарушения, то есть проанализируем ситуацию, и будет понятно. Просто пока об этом, говорят, не было. Расширение традиционных форм голосования или за счет введения новых вот этих цифровых? Да, у нас было два больших региона, которые голосовали, это Москва и Новгород, Нижний, да? Да. Это миллионы людей, посмотрим, как все это прошло, и на самом деле можно же распространить этот опыт на все остальные регионы. Ну, что я вам могу сказать, Нижегородская область с учетом дистанционного голосования, явка 73,91, а с точки зрения предпочтений 73 на 20. То есть, фактически это высокая явка, а результат в общероссийском формате похож. Абсолютно. Москва явка 55,93, извините, я не могу, да? А с точки зрения разложения предпочтений 66 на 33. Вот почему в Москве такая небольшая явка? Во-первых, электронные возможности, то есть вот, сидишь там где-то из гаджета продумывается. Опять же, это математика. Москва огромная. Десятки миллионов людей. Поэтому, чем больше людей, тем больше вероятность, что процент будет снижаться. Ну, тут электрон, еще раз говорю, никуда идти не надо. Сиди там у себя в торговом центре. Психология. Поставил галочку. Нет, если говорить про развитие дистанционного голосования, то, скажем так, вот здесь это еще одна апробация была. Это практически был эксперимент. Я напомню, что впервые дистанционное голосование в Российской Федерации было применено в 2019 году на выборах Московской городской думы. Всего на трех округах. Вот его апробировали. И при подготовке к общероссийскому голосованию выступили с инициативой, в том числе в порядке предусмотрели. Пять субъектов претендовало на то, чтобы у них было это дистанционное голосование. Центральная избирательная комиссия, изучив технические возможности, готовность субъекта как такового, и с точки зрения каких-то материальных возможностей, с точки зрения технических возможностей, с точки зрения, наверное, человеческого ресурса, который может обслужить все это, остановилась на двух. Москва, у которой уже опыт определенный был, и плюс Нижний Новгород. Причем Москва использовала два ресурса, и портал госуслуг, и свой московский, непосредственно региональный ресурс, вот этот Москва-Ру, или как там, да. А Нижний Новгород был только на госуслугах. Но я хочу сказать, что, конечно, вот эта информация, информация по поводу дистанционного голосования, она очень активно была воспринята и в Тверской области. И у нас некоторые путались, не то что некоторые, многие путались, когда на госуслугах пытались оформить заявление, они думали, что заявление, которое им открывается, это в том числе дистанционное голосование. А это либо заявление по месту нахождения, либо вне помещения. И я пыталась объяснить, вот в ходе, что коллеги, друзья, жители Тверской области, у нас нет дистанционного голосования. Вот эти два заявления, они немного о другом, они о другом. Но, хочу сказать, что москвичи, находящиеся на территории Тверской области, дистанционно смогли проголосовать, да, по Москве, там, где нормально интернет и все прочее. Здесь, конечно, еще вот охват интернетом очень важен. Нет, но за этим будущее все равно. Нет, это однозначно. А вот, Вадим, опять-таки, когда это пройдет, я просто еще раз возвращаюсь к Андреаполю, куда я ездил, вот поверьте, если так будет у нас с интернетом, как вот мы, журналисты, едем, интернет вылетает, товарищ, даже на трассе Москва-Питер, даже там. Сворачиваешь в левую сторону Таршка, еще хуже, а Андреаполь вообще, то есть, если у нас так будет дальше, то вот поверьте, будущее за вот этим выездным, когда во двор приехали, а вот интернет, честно, неважно. В любом случае, мы должны зависеть только от интернета, и альтернативные формы голосования должны быть приведены всегда. Роман, 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 ну никто же не говорит, что мы перейдем на 100%. Это будет одна из возможностей. А традиционного голосования с бумажным бюллетенем, с приходом на избирательный участок, никто в ближайшее десятилетие, и не одно десятилетие однозначно не откажется. Ну, конечно. Варианты должны быть любые. Если тебе 80 лет, ты, естественно, там больше доверяешь бумаге. Если тебе 25, то тебе проще кликнуть на телефоне, ты зарегистрироваться там. Господа, давайте перейдем таким образом к самому голосованию. Итогам, вот поправки. Вот кому какие больше? Запомните, как говорили уже, что важнейшие поправки. Это, на ваш взгляд, кому что? У меня две поправки, вот как раз связанные с индексацией пенсии, которые мы уже обсуждали с вами, а вторая связанная вот с закреплением статуса органов местного самоправления в системе публичных органов власти. Вот я тоже как раз тоже читал, вот я даже скопировал, что органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоправления, назначении должности, усвоение должности. Вот это как понять-то нам, простым жителям? Я избрал мэра города, а из Кремля, говорят, извините, мы не против, что ли? Знаете, надо идти все по порядку. Первый момент. Органы местного самоправления закрепляются как органы публичной власти. Это плюс. То есть, мы знаем, что органы местного самоправления у нас уже есть. Они никуда не... Нет, они и сейчас есть, но они не закреплены, как обязательная структура публичного управления была в Конституции. Вопрос там, поправка, связанный с передачей полномочий. Я предполагаю, что вот эта вот формулировка связана вот именно с этим моментом. Конечно, самостоятельность органов местного самоправления, она должна быть сохранена. Конечно. Иначе они... Теряется вообще смысл органов местного самоправления. Я больше смотрю на эту поправку, связанную вот с этим каркасом, что мы закрепили статус органов местного самоправления. Мы закрепили то, что ей переданные полномочия будут обеспечены финансово. Да, и сейчас механизм межбюджетных трансфертов он есть. Но, тем не менее, возникают иногда сложности, оформления и так далее. Вот это позитивные моменты. Вот этот момент как-то вот меня, конечно, тоже настораживает. Ну вот я почитал, я сейчас и читал. Что значит, они могут участвовать? Что они, свой кандидат могут проводить? Ну мы сейчас, коллеги, мы же не сможем сейчас проанализировать все поправки и разрешивать все. На ваш взгляд, вот какие-то ключевые. Они все важны. И вот просто вычленить какую-то поправку из контекста и начинать ее там приправить. Да, ну нужно всю поправку сначала прочитать, потому что вот что-то я вчера вот по-другому это прочитала. Вот откуда вы вычленили? Я думаю, я на себя точно не возьму с удовольствием анализировать и говорить людям, что как эта поправка та или иная будет работать, потому что к этому документу должны появиться подзаконные акты, нормативные документы. И нужно посмотреть, в каком контексте это написано. Если это связано с передачей полномочий, и опять же, может быть, может они представлять кандидата, но никто... Да, именно эти подзаконные акты и нормативные документы, они разъяснят всю конструкцию, которую мы сейчас, может быть, видим только как айсберг. Вот кусочек торчит, а что там дальше будет? Это принятие поправок, оно же не на один день. И оно не под конкретные выборы, не под конкретного человека даже, о чем там говорят очень часто, не под конкретное правительство тем более. Принятие поправок это далеко идущая перспектива. Это как космос. Мы почему-то исследуем космос, и все говорим, классно, космос, надо исследовать, надо думать о том, что есть там жизнь, надо посылать корабли, тратить миллиарды денег на это. А в принципе, по практической точке зрения, большинство граждан даже не понимают, для чего это нужно сделать. Лучше бы дорогу вон ряду сделать. Ну, вот как вариант, как вы рассуждаете. И здесь точно так же. Не делает народ так. Здесь мы закладываем ту законодательную основу, которая в перспективе может быть реализована в разных вариантах. Это стратегия. А нужны еще стены. Это стратегия. Это стратегия развития государства. Чтобы они были крепкими. Что-то мы уже ощутим, и многие из нас ощутят уже завтра, условно говоря, послезавтра, да, с момента там вступления в силу. А что-то на большую длительную перспективу, что да, может быть, в целом объеме той значимости этих поправок, это уже дойдет до наших детей, возможно. То есть, ну, это действительно стратегия развития, это перспектива, я абсолютно согласна. Это не ежеминутно. Вот мы прочитали, и вот мы все поняли. Здесь действительно необходима большая, очень слаженная работа с органов власти, как законодательных, так и исполнительных. Законодательных по разработке, по наработке вот той самой базы нормативной, ну, а исполнительной по правильной реализации этой базы. Да, и теперь, когда это свершившийся факт, легитимность, которую, собственно, вряд ли кто-то будет уже отрицать, все граждане должны жить в этой системе и участвовать в ее работе в том числе со знаком плюс или со знаком минус. Нельзя дистанцироваться, сказать, что вот я голосовал против поправок, теперь я вообще там государственная власть, и, соответственно, все нормативные документы не воспринимаю в принципе. Да нет, конечно. Ну, сейчас, я думаю, сотни будут изменений новых. Государство, это же механизм, который живет, и, собственно, он формируется, он там принимает какие-то решения, конечно, он аморфно, да, а люди, которые руководят государством и работают в нем, принимают решения, он не может быть таким статичным. Господа, вот вы много тоже говорили о такой поправке, об ограничениях на получение должности государственной муниципальной службы, прокуроров, депутатов, если есть заграничные гражданства, то есть народ вот это тоже, например, проголосовал? Ну, мы голосовали-то за пакет поправок, и если поддержали, то нет. Вот я, как человек, которому приходится по работе, да, в непосредственном общении сталкиваться со всем этим, в том числе с проверками, да, у нас ведь ограничения вроде есть, но, опять же, они какими-то законами, где-то прописаны, где-то не прописаны. Плюс, если с учетом того, что региональные выборы у нас регулируются региональным законодательством, то есть каждый законодатель у себя может где-то какое-то сделать там послабление или что-то еще. Теперь четко будет сказано, и, наверное, это правильно, если ты идешь на государевую службу, служи этому государству, не имей каких-то интересов вот там за спиной. Вот я, вот эту поправку, я эту поправку, и как госслужащий, как человек, которому приходится сталкиваться непосредственно, когда кандидаты к нам приходят, да, с этим я поддерживаю абсолютно полностью. Некая двусмысленность, она ушла. Вот да, что это даст мне интерес, потому что, действительно, вопрос больной, сами знаете, сколько этих историй, когда вот довольно очень... Чиновникам выясняется там то ли дом на Кипре, то ли еще что-то, а вот теперь, наконец-то, может, по крайней мере, это минимизирует как-то вот такие варианты, когда в власть приходит человек, у него выясняется там тоже на страну. Хотя бы у него лично, может быть, его не будет. Ну, хотя бы да. Понятно, что, ну, да, или они возьмут на гос или муниципальную, опять-таки, прокуратура, там не только ведь госслужба. Да, конечно, конечно. Это просто тоже много обсуждалось, давно, как говорится, народу это наболело, поэтому душа болит, потому что, ну, обидно. Там же не только государственную муниципальную, да, муниципальную. Да, да, я говорю, там прокурорские работники, ну, это тоже хорошая, по идее, поправка-то. Она уже даже вот для обучающихся, которые идут на это направление, уже какие-то вот, знаете, нравственные ориентиры задает даже. Это студенты имеются в виду, которые... А, Марина, правда, а что-то говорят студенты как-то вот... Студенты очень активно участвовали в выборах. Нет, обсуждают вот это как раз. Обсуждают вот это как раз. Так, я же пойду на госслужбу, я же хочу быть. А у меня же там это в Лондоне может быть там... Сейчас-то, конечно, у студентов в Лондоне ничего нет, особенно, когда мы говорим про очную... Подождите, сейчас даже в Лондон нельзя. Да, никакого негативных высказываний, аспектов я не слышала. Ну, вы слышали, правда, хотя бы, что они уже начинают задумываться, как действительно делать выбор. Либо у меня будет бизнес в Америке, либо я пойду вот на госслужбу, честно служить. Как именно слуг государства, они воспринимают себя уже так. Чтобы они отдавали себе отчет, что потом нельзя будет прикупить там гражданство какого-нибудь Латышской Республики, или, еще раз говорю, то же самое дача на Кипре, к примеру, что раз ты служишь родине... Ну, мне кажется, у них это вот, по крайней мере, с теми в тех университетах, где я работаю, это сформировалось уже даже до внесения поправок. Это редкие исключения, что кто-то может даже пошутить на эту тему, но каких-то таких, что эта поправка вызвала отторжение, куда я пошел учиться, да, я не туда поступила. Ну, почему отторжение? Ты просто сразу делай выбор тебе, что ты, кем ты хочешь быть, к здоровым человеку? Нет, ну, если он уже пошел учиться-то туда, куда он пошел? Вы знаете, пошел, потом выясняется. Валентина Евгеньевна, вы же знаете, у нас бывают люди в войну училища идут, потом что-то не хотят служить родине. Нет, безусловно. Они могут перейти, поменять профессию, это же не крепостное право. Чтобы отдавали себе отчет, я к чему, что... Ну, в 20 лет сложно отдавать себе отчет на всю остальную сознательную жизнь. Поэтому уж не надо предъявляться детям таких жестких требований, что вот ты сейчас кровью подпишись, и все, будешь служить вечно. Они, правда, поступая, не всегда понимают, да, все свое будущее профессиональное действие, но где-то вот со второго курса как-то вот у них формируется позиция. Иржа, мы говорим сейчас о муниципальном государстве, муниципальном управлении, но другие факультеты, есть же студенты, которые отрицательно относятся в принципе к идее необходимости участия в выборах, например. А кто тогда должен, интересно, как они объяснят, кто должен власть формировать органы, если не участвовать в выборах? Сами себе депутаты соберутся? У нас результаты показывают о том, что не все 100% граждан ходят на... Ну, 100% я думаю, никакая не может быть, да, Валентин Викторович? Ну, значит, есть люди, которые, в принципе, дистанцированы от этого процесса. Ну, одно дело не смочь, а другое дело не пойти. Вот как вот говорили мы, что, может быть, те, кто против поправок, они с принципа не пошли. Знаете, мы все время таким людям, хочется сказать, может, смотрели фильм «Каникулы президента», где там тоже такая дискуссия, там один человек, который играл носик, а я не пошел, я против. А ему, который играл президент, говорит, ну, а что ты-то жалуйтесь-то, распоникываешься на выборы. Да, я согласна. Если вы против, то придите, никто же не запрещает вот прийти и поставить галочку в этой графе, никто тебя за руки не держит. Согласитесь? То есть, надо было, если ты против вчера, взять и прийти, чтобы потом не обижаться. Ну, мотивация-то разная, поэтому мы в голову каждому не зайдем. Понятно, но я считаю, если ты против, есть графа, есть, я понимаю, не было бы такой графы, да, можно обидеться, не прийти из принципа. Пожалуйста, ставь, если ты так считаешь, допустим. А вот если потом сидеть, я не пошел, я вот, Валентина Геннадьевна, помню, у нас на канале был эфир, я призывал всех идти, что это принципиально. Да, я сам работал, вроде домой хочется, обедать, то есть все, ну, я сказал, нет, я вот пойду сначала, проголосую, потом все остальные домашние дела. Ну, потому что не сложно, в конце концов-то, не сложно. Чтобы потом иметь перед собой моральное право. Ну, да, да, чтобы потом не обижаться, что-то там решили. Так идите более, я говорю, сейчас так в этом плане хорошо было, тебе и к дому подвезли. Ну, удобно, Валентина Геннадьевна, у меня самое впечатление, удобно, удобно. Так, и эта кампания проходила под лозунгом «легко», «удобно», «безопасно». Да. Вот, все. Да, и еще такая поправка, вот территориальная целостность тоже, знаете, ведь до сих пор раздается голоса, давайте, может быть, с японцами там по Курилам как-то договоримся, может, там вот есть такие голоса, вот знаете, кто там про Калининград даже что-то заикается и так далее. Крым тоже, знаете, есть такие люди, которые говорят, а может, давайте обратно отдадим, там вот, на ваш взгляд, оградят ли вот эта поправка от того, что вот возникнут какие-то там, либо загнать японцев на сколько-то триллионов долларов, Курилы, дескать, куда они нам, либо Крым там ради каких-то минутах удобств. Безусловно, безусловно, все. Однозначно. В основном законе. Даже переговоры вести не могут. Надо, в принципе, смотреть, опять же, не конкретную поправку, а вообще смотреть внешнеполитический аспект на данного процесса, который вчера завершился. Она актуальная просто. А к чему вы согласитесь, Вадим, она актуальная. Вот эти разговоры, они же есть. И про Курилу тоже недавно, японцы все время от времени, давайте там что-то то ли совместно используем. То есть, к сожалению, в итоге Второй мировой войны пытается кто-то пересмотреть. Не будут всегда. К сожалению. Они будут всегда такие попытки. И вы что, считаете, что после того, как мы приняли вопросы... Геополитическая ситуация, она вряд ли как-то... Геополитическая ситуация изменилась до такой степени, что японцы откажутся от претензий на острова. Японцы-то понятно, да. Другой вопрос, что независимо... И наших граждан, чтобы не было вот этих... Тем более, если он во власть попал, что вам может давать там торганем территорию? Кемска в области дадим там... Конечно, это поправка. Она в Конституции как-то гарантирует... У нас есть, что продать легально. ...совосность независимости от политического режима. Так Аляску продали легально в своем случае, хотя там говорят без... Не голосовали, поэтому не дали. Но тем не менее, я считаю, это тоже важная поправка, которая как-то вот эти разговоры, по крайней мере, внутри страны. Японцы там пусть что угодно говорят или наши украинские братья, но, по крайней мере, изнутри у нас не будет вот этих... Все-таки, если я заострю внимание, мне кажется, внешнеполитический аспект этой ситуации, он пока недооценен. Во-первых, потому что там очень большой процент проголосовал «за». Это некая поддержка позиции президента, прежде всего. И мне кажется, что здесь наша внутренняя история и международная история, они там практически в балансе. В этой ситуации, когда все равно там санкции продолжаются, да, когда международная обстановка вообще очень сложная и такая неоднозначная, стало четко, понятно. Признают выборы? Признают выборы в геополитическом контексте? Не выборы, давайте все-таки вернемся к голосованию. Да, 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 на голосовании, прошу прощения, некорректно. А вот вопрос, извините меня, а им-то какого дела до нашей Конституции? Что, что? А им все время за нашего решения? Нет, это да, но нам-то зачем обращать внимание? Они могут признавать, что главное, чтобы мы сами с вами, и мы это подтверждаем, что более 70% пришедших на голосование не только в Твери, да, но и в целом Российской Федерации, поддержали те поправки, которые были предложены президентом. Наверное, вот это самое главное для нашего внутреннего понимания, для осознания своего гражданского долга и своей гражданской позиции. Может быть, еще с другой стороны посмотреть на этот процесс с точки зрения толерантности и такого некого спокойствия в обществе. Даже не спокойствия, а то, чтобы люди научились слышать другого человека, который живет рядом с тобой. Ну, очень простая история, да, с поправкой про Бога, которая вызвала огромное количество вопросов, обсуждений, даже там полемики какой-то. Это хорошо, на самом деле, что полемики, да? У нас не все верующие. У нас есть атеисты, агностики и так далее. Но ты должен понимать в этой ситуации, что там для верующего это важно. Это там принципиально. А для неверующего. А для неверующего не очень, мне кажется. А может, для него это тоже важно. Что именно? Ну, как? Ну, люди просто... Тут в чем? Конечно, в чем-то можно этих понятий, которые... Я тоже читал поправку. Они испугают, что какая-то идет клерикализация нашего общества, которое по конституции у нас светское общество. Нет, в итоге все определили, что у нас светское государство, и государство отделено от церкви и так далее, и так далее, и так далее. Но сам факт, что эта поправка появилась, и что часть людей, для которых это принципиально важный момент, они там внутренне успокоились о том, что упоминание Бога появилось в конституции, это факт того, что общество стало терпимее друг к другу. Или может стать. Или в процессе обсуждения вот этой поправки, мы все поняли то, что для части общества это принципиально важный момент. И точно так же по остальным другим поправкам может быть достигнуто какое-то... Вернее, даже не достигнуто какое-то единое понимание необходимости их закрепления в конституции, но понимание того, что большой, значительной части общества это важно, это некий стабилизирующий фактор для нашего общества сегодняшнего. Ну, согласен, конечно, опять-таки, цифры все-таки тоже. Я, честно говоря, вот, говоря явки, я все-таки думал, будет меньше на игру, потому что погода-то какая стоит. Погода, да. Я, честно говоря, думал, что люди предпочтут именно быть там на даче, где-то еще и еще. И когда вот я... Мы приехали, вот, работали в библиотеке Горького, ну, думаю, сейчас, дай бог, кого-то удастся нам заснять. И когда я посмотрю, что люди идут, причем, самым разным возрастом, мы говорим, не то, что какие-то вот эти пенсионеры, нет. Жить тут же парень, я думаю, может, не голосовать, нет, голосовать. И так далее. То есть люди шли, вот сколько я работал, а потом приехал к себе на участие, и то же самое, люди разного возраста, люди шли. А когда я просто ехал, как я уже говорил, было после обеда, думаю, все, наверное, уже вообще пусто будет. Нет, нет. Люди шли, да, да, да. Возможности было много, поэтому... То, о чем мы говорили, постарались. Руководители территориальных сберкомов, да, было тяжело, Валентин Евгений, может, поэтому, не знаю, вам как-то действительно наперед уже не очень хочется повторения, я понимаю, потому что вашим подчиненным, вашим коллегам будет очень тяжело, если опять вернут такую же схему, когда в нескольких дней вам придется очень сильно работать. Семь лет очень много. Ребят, давайте подумаем. Вот здесь у нас с вами не было кандидатов, не было политических партий. Да, было общество, было государство, государство предоставляет возможность, общество голосует. Ну, давайте представлять, семь дней марафон, когда у нас тысячи кандидатов, десятки политических партий вовлечены. Вы представляете, какая будет вахханалия? А вопрос второй, а мы что тогда? Агитацию. Здесь не было понятия агитации. Здесь информирование, призывы, придите, проголосуйте. А там тогда мы что, ущемим права кандидатовой партии, за неделю остановим агитацию, за неделю людям могут и забыть, а какая там партия у нас там, x и y была, да, это самое, и что она себя представляет. То есть здесь очень много составляющих. Я говорю, три дня, вот это, наверное, самое приемлемое, потому что нет, вот даже вот три дня, как у нас обычное досрочное голосование на выборах в органы местного самоуправления. Только чтобы формы были разные. Не просто досрочка в помещении, а та же досрочка на придомовую территорию, та же досрочка, если есть необходимость выйти на производственные какие-то нужды, та же досрочка, которая позволит выехать. Не в день голосования, вот как я еще говорю, разъезжать целый день по отдаленным деревням, а заранее это сделать. Но, к сожалению, у вас тогда будут обвинять во всех смертных грехах. У нас всегда любят обвинять некоторые пессимисты. Винчистот, что законодатель сформирует условия, по которым, собственно, будут работать все и политические партии, и сберком, и муниципальная региональная власть. Так я и говорю же, что это должно сначала, должно быть закреплено, соответственно, в первую очередь в 67-м законе, если мы говорим про выборы. А уже потом это перейдет в региональные законодательные акты, в том числе и в наш избирательный кодекс. У нас закреплено то, что эфир подошел к концу. Господа и дамы, спасибо большое, что пришли. Дорогие телезрители, мы сегодня подводили итоги голосования. Необычное голосование. Дело в том, что не только мы голосовали не за какого-то кандидата, а в мэры, мы голосовали за поправку в Конституцию, голосовали необычно в том плане, что муж был даже во дворе. Я считаю, это позитивно. Поэтому надеемся, что и в следующий раз будут созданы все условия, чтобы мы пришли. А если даже не создадут граждане, все равно надо тогда самому прийти по старинке на участок и проголосовать, чтобы потом не приезжать, что за меня все решили. Все в наших руках. Главное, принимать честь и демонстрировать свою гражданскую позицию, чтобы потом, еще раз говорю, не обижаться ни на кого. То есть увидимся в сентябре. Я скажу так, что голосование завершилось, но избирательная кампания продолжается. У нас 24 избирательных кампании, в том числе до выборы в законодательное собрание по Ржевскому округу. В 5 вновь образованных муниципалитетов. 260 кандидатов надо избрать. Поэтому кампания уже идет. А у нас эфир тоже идет. Время уступить место другим передачам. А я прощаюсь с вами до завтра. Была программа «Тема дня». Спасибо большое, что смотрели и слушали нас. Редактор субтитров А.Семкин